Если цветы артистам нужны как воздух, подпитывающий амбиции, а для зрителя это один из способов выражения эмоций, то для приприимчивых это красивый и выгодный бизнес. Несмотря на короткое лето, в Астане в разных частях города обещают вырастить целые цветочные поляны, которые будут наполнять городской пейзаж яркими красками. На этой неделе в столице с успехом прошла вторая выставка цветов и ландшафтного дизайна. Мероприятие позволяет надеяться, что в домах и на улицах нас ждет новый расцвет. Тему продолжит Баттербек Агимбетов. На этой неделе Астана стала своеобразным цветочным центром страны. В комплексе Корме три дня проходила международная выставка цветов и ландшафтного дизайна. Второй фестиваль «Астана Флор Экспо» собрал более 50 компаний из Казахстана, Германии, Турции, Италии, Колумбии, Голландии и России. Здесь были представлены работы по ландшафту, дефиле необычных свадебных нарядов, презентации и семинары для флористов. Такие выставки, они только способствуют качественному развитию озеленения города Астаны. А город Астана, она достойна того, чтобы проводили вот такие выставки. В теплице и оранжереи Астана зеленстрой колыбель столичных цветников. Более 7 миллионов петуний, газаний, пеларгоний и других растений появляются здесь, чтобы летом украсить город. Контейнерные клумбы готовят на основных магистралях в парках и скверах Астаны. Цветоводы обещают жителям и гостям столицы массу сюрпризов. У нас есть своя непосредственно проектно-ландшафтная мастерская, где разрабатываются все эскизы клумб. Затем на основании этих эскизов мы подбираем сорта цветов, закупаем, соответственно, семена цветов и выращиваем своих теплиц. За цветники по всему Казахстану выступает неправительственная организация Гульзар. Для общественников международная выставка – это трибуна для продвижения экологических проектов. Совместно с властями Алматинской области они сейчас высаживают деревья в аулах этого региона. Если 231 сельский округ, как по статистике говорится, посадить 20 тысяч деревьев – это получается 5 миллионов. И каждый сельский округ по своей географической особенности высадили бы деревья, то это будет большой вклад в развитие и озеленение пропаганды зеленого Казахстана. Как правильно ухаживать за цветком и как привить детям любовь к земле и труду. Для этого существуют образовательные проекты «Гульзар» и журналы «Гулистан». Экологи и издатели занимаются разработкой и выпуском учебников для детских садов и школ на казахском языке по растениеводству. Если каждый руководитель организации дошкольного, школьного учреждения увидят, как правильно озеленить территорию, посмотрят ландшафт, посмотрят растительный мир, договорятся с некоторыми странами, что можно будет привести в основу. Помощь дачникам в Казахстане с недавнего времени также выпускается специализированная литература. Журнал «Озеленение» публикует статьи об оформлении сада, растениях и уходе за ними. Раньше на рынке были лишь зарубежные издания, которые не учитывали особенности казахстанского земледелия. Наш первое, единственное уникальное глянцевое такое издание на эту тему, на тему декоративного озеленения. И сейчас как раз на этой выставке нам исполнился год, но он стал уже очень таким авторитетно популярным. И, конечно, у него такой спрос, потому что в нем учтены все именно условия нашего рынка. Цветочная компания из Тараза, один из отечественных лидеров, уже несколько лет принимает опыт у голландцев. На сегодня Жасулан Флора имеет 32 тысячи квадратов теплиц для клумбовых, а также оранжереи для выращивания комнатных цветов. Мы закупили линию по посадке цветов, линию по пикировке цветов, это Голландия, горшочки, грунт, все мы приобретаем из Голландии. И можем сказать, что наш цветок, он качественный. Наша цель в будущем произвести, вывести свой сорт цветка, приемлемый для наших климатических условий. Пока же на рынке цветов и спецтехники для их выращивания лидирует Запад. Немецкий стенд на выставке представляет сразу 8 фирм, прилагающих средства защиты почвы, измерительные приборы, теплицы, сельхозтехнику и многое другое. Мы ищем партнеров в Казахстане. Мы довольны участием в выставке и уже договорились о сотрудничестве с казахстанскими бизнесменами. Наши приборы позволяют быстро, портативно осуществлять анализ. С помощью них можно следить за питанием растения, состоянием удобрения, количеством влаги и солей в почве. Вот такие зеленые фигуры – один из летних хитов столичного живого ландшафта. Они по замыслу цветоводов в ансамбле с клумбами должны стать главным подарком казахстанцам и Астане в юбилей независимости. Батрибек Гимбетов, Замиру Байдаев, Милибек Трумагомбетов, Аптеки-Зет.